приветики мои дорогие сегодня у нас с вами будет информативное видео интересно я давно уже обещала стемпинг показать получить как я это делаю тоже там должны делать так все как я свой опыт я передать хочу другим кого ничего не получается у кого проблема со степпингом там очень много есть причин мы сейчас с вами все разберем все обсудим и решим как для нас лучше месяц вам покажу вот это вот моё количество лаков для стемпинга целая куча тут николь дарь и ляляля значит мы выбираем николь дарь и за джой то что я недавно приобрела это лула ему тоже очень много уже годика даже не забудли работать я вытаскиваю его your sugar тоже неплохо ну что-то я с ними не сдружилась ведь уже расслоились тут уже многие так это что он борм прийти была надо но они не сильно так а вроде ничего девчонки давайте попробуем это я по незнанию взяла николь дарья с эффектом хамелеона разные но я думаю что их можно в принципе использовать простой лак давайте попробуем они еще не засохли ничего с ними не произошло давайте попробуем просто нанести на руку как раз цвет подходит мне что-то кажется что девчонки их просто можно даже будет использовать как простой лак да в принципе они же на основе ацетона идут давайте сейчас он высохнет мы с вами посмотрим да да нет нет выбрасывать как бы жалко такой николь дарья недоразумение пришел мне очень давний как древний эти раскрытие слышите звук раскрыть тяжело даже расслоился в общем и удачный не у той кошмар слышите звук не знаю прям жалко выбрасывать посмотрим сейчас с ним что как тут тоже в принципе лула расстроился немного думаю что будет работать снимается видите да с боков бутылечка николь дарья смотрим все расслоился ведь и даже тяжело его собрать в кучку она сейчас мы посмотрим на него ой мать моя женщина ну вроде ничего а для достеливания его возьму то что у меня уже есть джо я уже такая блатна они круче николь дари все он высох девочки он высох причем неплохо и очень быстро ну неплохо хочу вам сказать может действительно его как простой лак вот так вот использовать и все и правда не пользуюсь но если мне девчонки которые пользуются простыми лаками то можно в принципе им взять и загнать значит смотрим тоже очень много зависит от скребков правда вот если мне такие бурн плите они шли с двойным штампом они очень как бы маленькие в моей руке большой неудобно но мы с вами все равно попробуем дальше то у меня еще есть я тут у меня вот такие мои любимые толстенькие такие вот у них несколько штук есть эти два еще где-то один валяется надо посмотреть они очень толстые а мне ими легко снимать или просто потому что я на них начинала или что не знаю многие снимают карточками увидите вот такой еще есть у меня от буртрите тоже толстенький пускай валяется сейчас глянем вот такой вот у меня есть толстенький посмотрим давайте такая вот кредитная карточка такая тоже виза у меня есть все что у меня только нету девочки как начнешь искать что-то потом находишь глаза квадратные шоке от того что у меня оказывается куча всего я не знаю что мы стемпинг будем пробовать по-всякому здесь нельзя находится спонжей сейчас чуть выше подниму вот так дальше и вот здесь при бочки свочи будем мы пользоваться кстати пластинами от finger angel вот такими сейчас я их положу рядышком они мне уже все протертые finger angel опять 2 05 это до внешней мой заказ я не знаю даже если они сейчас на али и навряд ли я их сейчас найду так вот я чуть дальше положу так дальше свочи мы будем с вами делать на таком вот листе бумаги белым картоном потому что свочи будет много и типс у меня кстати к сожалению что-то маловато даже стареньких маловато перед работой все знают всем показываю что делаю я и так делают очень многие вот видите липкая сторона скотча мы на ней отпечатываем остатки материала если есть подушечки штампа если мне еще вот такой штамп мой старичок он запылился вот здесь давно стоит ведь и пыль очкам такой тоже попробуем на большом будет просто удобнее сделать то что буду делать я так ну теперь смотрим изначально перед тем как работать с пластинами для стемпинга у меня ноготок это у нас наш бренд украинский очень много всяких есть жидкости для снятия лака простого обыкновенного даже гель и лак снимают там надо с ним поработать это очень сложно без светный самое главное чтобы никаких не было добавок не травяных никаких не масляных по что иначе ничего не получится простой берется простая жидкость для снятия лака безворсовая салфеточка вот такая набираем капельку не буду много набирать потому что я в принципе просто показываю берете пластиночку и протерли вот так пластиночку чтобы она подсохла видите осталось на не хотя я протирал при тех как запаковать значит возьмем вторую пластиночку и тоже протрем почему безворсовые салфетки они как ватные диски там прочее прочее почему потому что резьба что вырезана на пластинах цепляется и очень вы слышите и очень много остается ворса это лишние хлопоты зачем они вам нужны так дальше к я оставлю этот цепь и бочек начнем пожалуй мне это не нравится давайте наверно вот это визой берем давайте наверно лула давайте попробуем что он там расслоился сильно ли будет ли нам работать он тоже зависит качество лака простыми лаками тоже я вам только что показала что работает простой лак но мыши берем желательно предназначенный степи они чуть-чуть идут плотнее там больше немного не намного но немного больше пигмента чем в лаке простом да давайте возьмем какой-нибудь рисуночек делаем так наносим на сейчас я приближу камеру так чуть чуть ближе наносим сюда наконец рисунка выбранной вами и прокрашиваю вот так вот немножко такими не надо много в принципе чуть-чуть прокрашиваем потом берем вот так вот в руку было удобно без сильного нажатия просто проводим вот так вот забивая рисунок наш печатаемый отец все убрали и кто работает перекатом я нажимаю все я забрала рисунок всем видно вот забранный рисунок делаем свотч сюда уберу чтобы они не мешались вот так чтобы вам было виднее и переносим ведь я чуть-чуть я чуть-чуть сажалась и естественно уже высохла краска мы было она до слабовато поэтому я перестала у них брать давайте возьмем какой-нибудь другой рисунок чтобы быстрее не ляля тополя как я люблю а еще раз делаем раз делаем два нанесу чуть чуть больше так быстро не высох и забивая рисуночек убрали взяли перекатили все прекрасно все отпечаталась хорошо это здорово да получается но надо же показать еще показываю дальше упираюсь сильно быстро сохнет нам такой не подходит берем николь даре уже берем другой скребок вот например такой борм прития идет с двойным штампом давайте вот этот интересный такой рисунок в принципе не сильно важно тут есть тонкие линии сейчас прям все до сего дойдем и опять раз два три сильно много тоже не стоит то лишняя трата ни к чему не нужно берем опять в руку скребок и завиваю вот тут немножко и делаем так раз забивая рисунок все ушел берем штамп и кто как работает сейчас возьмем перекат показываю вам по всякому по всякому перешло и опять оттиск тонкие линии все на месте так как качество пластин конечно тоже в принципе все зависит но тем не менее я вам показываю разные варианты а ваше дело что выбрать и с чем работать и как работать дальше возьмем your sugar он жидковатый попробуем им опять тут есть такой красивый рисунок я его возьму сделали раз ваша из моей руки скорее всего будет не видно делаем вот так как бы прорисовывая полосочки такие да возьмем потолще скребок то взяли в руку забивая никуда мы не торопимся забиваем рисунок раз все есть все готово и опять отпечатываем наш рисуночек вот такой оттиск у нас получился видите тонкие линии все на месте все есть вот тонкая линия все в порядке дальше вот здесь вот есть вот на этой пластине есть такие вот узорки как бы вензель очки то но вот здесь вот то я вензель очки мы по-другому чуть с вами будем делать мы с вами вот эти сильно тонюсенькие возьмем сейчас попробуем давайте за джой только говорит на него она правильно за джой и возьмем его этот вот рисунок крайний показываю делаем раз видели ушла я взяла многовато но тем не менее не вне факт вот так опять раз два три как бы прорисовывая то есть помогая себе берем опять борн прийти и опять опускаем его не спеша лишь не спешите все успеете все вы сделаете все у вас будет порядке смотрите убираем лишняя ненужная нам все на месте берем перепечатываем тонкие мельчайшие линии все на месте все хорошо так смотрим дальше за джой когда-то я сейчас их уберу потому что мы больше ними работать не будем берем борн питья тоже и хвалят кому что нравится она они жидкие вот что мне в них не нравится так они мне нравится не скажешь у них грамм голим и пигментации отлично видите какой он жидкий берем опять наносим на рисунок видите они прям текут на рисунок раз и и опять прорисовываем как бы берем толстенький я сейчас беру и забиваем забили и она она полотенечко или на какой-нибудь там я не знаю салфетки можно простые взять убираем лишние то что нам совсем не нужно частности все перешло все видели тончайшие линии и 5 раз и свотч если вам будет видно я не знаю потому что белый свет белый цвет может быть не видно но сам факт берем скотч и после каждого оттиска желательно вот так вот мы его даже если там ничего нету частички все равно вот в этот силикон зашли лака по-любому зашли убираем боль прийти николь дарим или в принципе я могу показать еще но я хочу показать другой другой способ декора наших ногтей принципе нам сейчас и пригодится лак который не быстро сохнет николь дари не сохнет быстро и за джой тоже сейчас его поставлю возьму черный за джой будем работать вот таким способом сейчас я вам покажу у меня есть втирки вот эти втирочки вот этот порт пике у меня втирка древняя очень давно заказывала такая зелененькая пигмент видите это чистый пигмент что нам принципе надо чтобы не было сильно летучим и тем не менее был пигмент сам пигмент сейчас еще одну возьму еще одна не помню что за фирма золотая втирка мне написано и помню бюджетная золотая вот пигментики так переворачиваем что нам нужны будут час вот эти рисуночки и смотрите что я сейчас буду делать на штамп возьмем вот этот на штамп я наношу пигменты вот возьму например этот зелененький это зеленый такой нанесу это конечно хлопотно но если там декорировать например один из один один пускай будет до точек или там полного точка в ними значения так дальше перешли сюда золотою возьмем кстати отлично сочетаются можно смешивать можно делать градиент имеет большого значения сделали пигменты сами все знают прекрасно пигменты не сохнут замечательно стоит берем лак для стемпинга николь дарри наносим на рисунок который мы хотим давайте вот этот который или нет давать вот этот давайте вот этот короче нанесли опять раз два три провели забивая рисунок не торопимся набираем на штамп смотрим сюда что нам подходит и набираем на штамп есть все видно а теперь делаем оттиск на свотч до вернее на свотч на тут еще у меня есть но уже конечно не так красиво отпечатается но я сейчас вам покажу что у нас с вами получилось видите разные эффекты типа литья даже получается вот видите она растушевалась больше интересно я возьму я наверно уже не возьму чуть-чуть там чуть-чуть капельку совсем взяла растушевалась втирка и работала видите с этой краской понятно всем или мне еще раз показать или можно но бывает вот я даже видела как пробует накладывать сюда ну тут в принципе давайте попробуем давать наносит сюда пигмент прям на сам стемпинг вернее на сам узор рисунок не знаю тут в принципе я их смешала убираем лишнее и как бы без дома за не на получилось так не получится я видела так но как бы так я не делала вот так как литье я делала так давайте у меня есть еще другие цвета и я хочу еще попробовать часто закрою их чтобы не дай бог не рассыпались я сейчас вам покажу вот у меня еще есть две зеркалки давайте с вами попробуем зеркалкой это фольга тонкая мы сейчас возьмем вот это давайте на красную где-то кидала спонжи а вот вот у меня есть спонжи мы берем опять сюда и наносим как бы мой боже мой как бы растирая их не такие летучие девочки вообще конечно таким способом можно испортить я закрою потому что у меня уже здесь все красное смотрите какие летучие везде все все уже так чтобы нам не мешало и опять берем давайте наверно уже не черный давайте наверно а белого у меня а есть у меня не кульдари где который типа не кульдари уже такой старый тут можно не торопиться вот весь и в чем прикол и вот как бы красота торопиться здесь не надо так берем сумок опять раз опускаем вниз забираем втаптываем как бы втаптываем не торопитесь опять берем рисунок и отпечатываем что возьмется то все наши и давайте на чем же мне показать тут же не будет видно давайте попробуем вот так отпечатать и видите зеркалка не очень доведите есть что-то какой-то кусочек самого рисунка чтобы сказать что получилось не не получилось мне не понравилось то зеркалка не очень вернее не зеркалкой а как они называются господи выпал мой супер и подушенька выпала как он называется я уже не помню хлопья хлопья до хлопья юбки по моему это тоже у меня хлопья юбки сейчас гляну да ну такие какие-то несчастные всем там на донышке так я потом наведу порядочек то есть у нас эксперимент не удался не удался с этим получается девочки смотрите сами но вот этот пигмент лучше всего работает именно в таком вернее с такой техника работы больше всего пигмент мне тут есть еще такая красивая втирка я же не успокоюсь между надо все попробовать девочка такая была у меня в распаковке маму осенью кого-то на болотная красивый цвет эффект павлина но она чуть чуть крупнее хотя бы не летит уже в разные стороны так убираем видите как сверкает красиво павлин и какой разный павлин голография в графе конечно красиво на и давайте его на черном рисунке берем вот такой вот у нас будет как раз в тему листочек такой и пробуем его отпечатать так наверное возьму отпечатали и теперь делаем оттиск давайте вот здесь вот сработало но видите как там что ли виде она грубая чуть-чуть вот сработало видите капельку совсем чуть-чуть капельку совсем-совсем то никуда конечно не годится хотя здесь блестит очень красиво что-то еще берет этот штамп смотреть что-то еще пытается взять девочки штампик мы с вами чистимся не забываем штампик чистим а скотч либо вот я многие смотрела берут ролики для чистки одежды от ворсы тоже им чистят все вроде очистила нормально так все девчонки вот так вот если есть вопросы пожалуйста пишите я сделала видео по запросу потому что многие страдают тем что не могут работать со стемпингом в принципе ничего такого сложного нету просто нужна сноровка вот такие вот у меня были всякие лачки для стемпинга пробовали с вами стиркой простыми вот такими пигментами получается круче всего слишком вот это вот у меня чтобы было слишком крупный помол для таких вещей эти простые пигменты думаю такие есть пигменты у каждого можно взять и неоновые пигменты кстати у меня есть я вам покажу а нет это я уже а я не нет это просто песочек я продала у меня были неоновые пигменты я их продала у меня уже их нет вот можно где-то у меня там валяться надо искать такие вот неоновые пигментики главное пигмент интересный способ и прикольно мне понравилось мне уже пробовала тоже не один раз ну интересный эффект так что девчоности вот так вот если есть какие-то вопросы пожалуйста после работы после или если вы хотите например сейчас а быстренько вам уже заканчиваем видео уже слишком длинно тоже не интересно берете безворсовую салфеточку берем жидкость для снятия лака и протираем наше художество обязательно переупотребление употреблением пластины и после нее обязательно чтобы она была чистенькая иначе проблема вот бывает еще в это планы характера что грязная пластинка и не хочет брать повторно штамп лак потому что не забивается пластина такое было видео девчоночки для вас какие то есть вопросы пожалуйста пишите все будем снимать все буду рассказывать буду делиться своим опытом еще раз говорю это видео не является сильно учебным я просто вам рассказываю учу так как делаю я как учили меня как я научилась и как учуя вас всем пока пока а